Я думаю, что Достоевский был бы сталинистом. Он смешивает Наполеона и Мухаммада. Прав пророк, когда ставит батарею. Батарею ставил Наполеон, избежав из Едикта. Так как-то совмещается это оба образа. Я думаю, тоже не случайно. Достоевский был мучим очень острыми различными комплексами. Ему нужно было любой ценой найти свою платформу дихотомии, дуализма зороастрийского, борьбы Аримана и Армузда. И в этой дихотомии как бы очиститься и оправдаться перед империей, на которую он посигнул. Он просто был сломан. Вот это имитация расстрела. Сломан каторгой. И дальше он уже внутренне… Ну, мы имеем дело просто со сломанным человеком. Тут как бы самым интересным может быть то, что именно его сломанность обнажила его талант. И вот жестокий талант так называемый, то, за что мы Достоевского ценим, оно все неотъемлемо от того, что как человек он был поставлен на колени и сломлен. Потому что пока он еще не был сломлен и писал там в окружении своих ранних друзей политических. Некрасовские времена. Но это так особо как бы не блещет. Если бы это не Достоевский, который уже позднее, мы знаем, написал эти ранние вещи, то можно было бы на них, так сказать, рукой махнуть. Такие опыты, в принципе, я думаю, не убивавшиеся из верхней планки. Там какая-нибудь бедная Лиза. В принципе, продолжение той же темы. Он неотъемлем от того, что как личность он перестал существовать и дальнейшая его ненависть к Турции, к мусульманам, вранье. Вот, так сказать, истории из газет про христианина, с которого содрали кожу, а он продолжал славить Христа, который, кстати, разбирает Федор Павлович, приехав из монастыря со своими сыновьями. Знаменитый разговор о том, что этот, значит, умученный христианин был на самом деле дурак. То, что вот Смердяков проводит, что надо было бы отказаться и в тот же момент ты тут же перестал бы быть христианином, а стало быть, и измены никакой не было. Гениальное рассуждение. Вот. Кстати говоря, Смердяков – это часть, конечно, натура самого Достоевского, это бесспорно, как и Свидригайлов. Смердяков даже в большей степени. Смердяков, собственно, суммарно, наверное, они все какой-то автопортрет в разных таких ипостасях. Но я считаю, что у Смердякова очень важная роль в этом коллективном автопортрете. То есть его великий жестокий талант от его Смердяковщины и от его сломленности неотъемлем. А это прямо ведет к глубочайшей ненависти к исламу, к туркам, как к маскулинному элементу, мужскому. Славяне, которых мучают якобы, которых никто не мучил, но которых якобы мучают. То есть греки, болгары – это все женские страдающие элементы. Младенцы, которых подкидывают на штыки, беременные женщины, которые вспарывают в живот. Все женское такое страдательное начало. А делают все это такое страшное зверское мужское начало. Я думаю, что ненависть к туркам его проистекает из того, что как мужчина он был сломлен. Мы же не знаем такие микродетали его физиологические ситуации в этом мире. Может быть, он обмочился или хуже, пока стоял в ожидании залпа. Но было нечто, что превратило его в тварь дрожащую. Когда он пишет о тварь дрожащей, правое имя или тварь дрожащая, он пишет о себе. И это он – тварь дрожащая. И тот, который получил искупление, раскаявшись на каторге, то есть Раскольников – это тоже его портрет. И он оказался тварь дрожащий, право не имеющий, а стало быть тем самым спасенный. То есть он свое лишение, свою кастрацию духовную он превращает в акт спасения. На этом основана его ненависть к мусульманам. Вы же знаете, что вся русская культура отнеслась крайне негативно к нашему все дорогому Фридриху Ницше. Когда Ницше выпустил, так говорил Заратустро, я думаю, что единственная страна, которая концентрированно извергла на него такое обилие проклятий во всем таком западном мире, была именно Россия. Начиная с Соловьева. Соловьев очень много проклятий посвятил Ницше и идее сверхчеловека. Я думаю, что это вообще на самом деле сильнейший удар, сильнейшая провокация была для русской культуры, для русской матрицы, концепции сверхчеловека. Хотя ноги растут-то как раз из Кириллова, из Достоевского самого. То есть образцом для Ницше был именно Федор Михайлович. В смысле, не Федор Михайлович, как Федор Михайлович, а его образы, его религиозная интуиция. И тот же Кириллов. Убьем себя и будем как боги. Это вообще великая вещь, она сносит. Она просто изложена тоже в такой карикатурной форме. Ну, а русские часто излагают и делают в карикатурной форме великие вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok